Ноябрь 1918 года. В Западной Европе подходит к концу Первая мировая война. Но на территории бывшей Российской империи разгорелся новый конфликт. Гражданская война, которая бушует от Центральной Европы до Тихого океана и унесет по оценкам от 10 до 17 миллионов жизней. Ленин, большевики и их новая Советская Республика борются за выживание против своих многочисленных врагов, получивших собирательное название «Белые». Большая надежда белых – их новый верховный правитель России адмирал Александр Колчак. Он – герой войны, человек долга и дисциплины, верящий прежде всего в служение Родине. Миллионы людей надеются, что он сокрушит большевиков, отомстит за убитого царя и спасет Россию от хаоса и развала. Это история жизни адмирала Колчака, единственного верховного правителя России. Северный Ледовитый океан, 1900 год. Русское научное судно «Заря» плывет на восток, навстречу открытиям на окраинах Российской империи. Руководитель экспедиции – барон Эдуард Толь, знаменитый русский исследователь и геолог. Он намерен исследовать Северный Ледовитый океан и открыть землю Санникова, мифический остров, который, как считается, находится к северу от Новосибирских островов. Среди его экипажа – 26-летний лейтенант флота Александр Васильевич Колчак. Колчак был блестящим морским курсантом, но служба на борту Петропавловска, одного из новейших российских линкоров, ему наскучила. Колчак испытывал страсть к научным открытиям и океанографии, а также жажду приключений. Когда барон Толь предложил ему присоединиться к его экспедиции, он ухватился за этот шанс. Начало XX века – это время напряженного имперского соперничества и научных исследований. Россия, находящаяся под самодержавным правлением императора Николая II, находится среди лидеров и пытается узнать больше о своих обширных северных территориях. Экспедиция Толля является частью этого процесса и окажется столь же драматичной, как и любая другая история в летописи полярных исследований. Толь был очень амбициозным лидером и экспертом-геологом, но мало что знал о море. Его судно «Заря» было в плохом состоянии и не годилось для длительного плавания во льдах. Тем не менее, в течение двух лет экспедиция исследовала замерзшее побережье, льдины и острова Арктического севера России. Однажды Толля чуть не утопил морж, а Колчака преследовали белые медведи. В мае 1902 года, раздосадованный неудачей в поисках земли Санникова, Толь принял крайне опасное решение. Поскольку «Заря» была заперта в морском льду, он отправился с тремя людьми на санях к острову Беннета. Через месяц «Заря» освободилась ото льда и отправилась за ними. Но, столкнувшись с непроходимыми льдами и исчерпав запасы угля, корабль был вынужден повернуть назад. Толь и его команда оказались в ловушке. Лейтенант Колчак проявил себя как ключевой член экспедиции и верный товарищ барона Толля. Он был убежден, что их руководитель не должен быть брошен. Вернувшись за 5600 километров по суше в Санкт-Петербург, Колчак помог организовать спасательную операцию. Его план казался безумным. Добраться до острова Беннета без корабля, используя только сани и небольшие лодки. Но за неимением лучших вариантов его предложение было одобрено. Колчак отложил собственную свадьбу, чтобы вернуться в Арктику и начать подготовку. 5 мая 1903 года спасательная экспедиция Колчака из 17 человек отправилась в путь через тысячу километров снега и опасного, подвижного пакового льда. Передвигаясь на собачьих упряжках и китовых лодках, они потратили три изнурительных месяца, чтобы достичь острова Беннета, где они не нашли никаких следов барона Толля. Только заброшенный лагерь, несколько научных наблюдений и записка. «Отправляемся сегодня на юг», – гласила записка. «Провизии имеем на 14-20 дней. Все здоровы». Записка была датирована 26 октября. Прошло 9 месяцев. Никаких следов Толля и трех его спутников так и не было найдено. Несмотря на неудачу, смелая спасательная операция Колчака принесла ему всенародную славу и высшую награду императорского географического общества Константиновскую медаль. За это его прозвали «Колчак Полярный». Вернувшись в Якутск в январе 1904 года, Колчак узнал, что Япония напала на дальневосточную базу России в порт Артуре. Была объявлена война. Перед Колчаком открывалась возможность действовать и служить Родине. Он немедленно подал прошение о переводе на фронт. Но сначала он встретился со своей невестой Софьей Федоровной в Иркутске, чтобы сыграть отложенную свадьбу. Через четыре дня он уехал на Дальний Восток. Мир ожидал, что Россия, великая имперская держава, легко победит Японию, азиатскую выскочку, в соответствии с расовыми представлениями того времени. Но вместо этого война стала разочарованием и унижением для российской армии. Сокрушительные поражения на суше и на море привели к политическому кризису внутри страны. Друзья, подпишитесь на наш Телеграм, ВКонтакте и Дзен, чтобы не потерять друг друга в случае блокировки Ютуба. Вы также можете поддержать нас финансово. У нас есть Телеграм-бот для пожертвований и другие варианты. Ссылки в описании под видео и в закрепленном комментарии. Лейтенант Колчак мало что мог сделать, чтобы изменить ход войны, находясь в Порт-Артуре вместе с Тихоокеанским флотом России. Тем не менее, он служил с отличием и мужеством. Будучи командиром небольшого, устаревшего миноносца, он занимался в основном постановкой мин в море. Одна из его мин принесла большой успех, потопив японский крейсер «Токасагу». Но однообразие обязанностей наскучило Колчаку. И его подкосило плохое самочувствие. В декабре 1904 года японцы подошли достаточно близко к Порт-Артуру, чтобы обстреливать русские военные корабли из своей сухопутной артиллерии. Корабль за кораблем Тихоокеанский флот России отправлялся на дно. Через несколько дней Порт-Артур капитулировал. Колчак оказался в числе 25 тысяч русских пленных. Но как больной и раненый офицер, через несколько месяцев был репатриирован и вернулся к жене в Санкт-Петербург. Война была деморализующей для России и лично для Колчака. Хотя он и получил несколько медалей за лидерство и храбрость. 1914-й. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево вызывает международный кризис. Австро-Венгрия обвиняет в этом преступлении Сербию и планирует ответные действия. Это заставляет Николая II мобилизовать российскую армию для поддержки Сербии, славянского союзника. В ответ союзница Австрии Германия объявляет войну России. Вскоре все великие европейские империи оказываются в состоянии войны. Тем летом, когда русская армия оказалась на грани катастрофы в Восточной Пруссии, 39-летний капитан Колчак принял командование флотилией эсминцев Балтийского флота России. В предыдущем году в официальном рапорте он был охарактеризован как выдающийся офицер во всех отношениях, характера твердого, весьма дисциплинирован, воспитание отличного. Колчак во всех отношениях был примерным царским офицером. Теперь на Балтике он и его флотилия должны были добиться заметного успеха, несмотря на подавляющее превосходство германского флота. И снова излюбленной тактикой русских стала постановка мин. В первые дни конфликта только флотилия Колчака поставила 6 тысяч мин в Финском заливе. Эти операции эффективно защищали российскую столицу от нападения с моря. Впоследствии Колчак руководил рядом смелых ночных операций по постановке мин на подходах к портам противника, включая Мемель, Данцик и Киль. Смелое руководство Колчака принесло ему новые медали и встречу с самим императором Николаем. В 1916 году Колчак был повышен в звании, став самым молодым вице-адмиралом в русском флоте с новой ролью, главнокомандующего Черноморским флотом. Он прибыл в свою новую штаб-квартиру в Севастополе, в Крыму, в июле. Его сопровождала жена София и их шестилетний сын. К этому времени супруги потеряли двух детей в младенчестве. В Черном море Колчак столкнулся со старым противником России, Османской империей и Болгарией. Колчак быстро перешел к агрессивной стратегии, ставя мины у берегов противника и оказывая военно-морскую поддержку российским операциям в районе Кавказа. Он очень надеялся начать операцию по захвату пролива Босфор, что стало бы решающим ударом по Османам и открыло бы морской путь к западным союзникам России. Для выполнения этой задачи была создана первая в России дивизия морской пехоты под командованием Колчака. Но операция так и не состоялась. Она так и осталась мечтой за пределами возможностей России. Тем не менее, успех Колчака на Черном море помог ему стать еще более известным, прославленным героем войны в то время, когда русские отчаянно нуждались в хороших новостях. ведь со всех сторон доносились новости о поражениях, хаосе и беспорядках. Март 1917 года. На улицах столицы России, переименованные в Петроград, начались протесты против цен на продовольствие и огромных жертв войны. Это было начало революции. Весть об этом за несколько дней дошла до Черноморского флота, находившегося в 1600 километрах к югу в Крыму. Адмирал Колчак, решив предотвратить любые волнения на флоте, издал прокламацию. «Приказываю всем чинам Черноморского флота и вверенных мне сухопутных войск продолжать твердо и непоколебимо выполнять свой долг перед государем-императором и Родиной». На следующий день Николай II отрекся от престола. Для Колчака это был ошеломляющий удар. Долг, дисциплина, верность государю и Родине – вот все, что он знал. И он предвидел, что впереди будет настоящий хаос. Напротив, большинство его матросов с радостью восприняли новость о революции в Петрограде. Их жизнь была связана с мрачными условиями и жестокой дисциплиной. Наконец-то появился шанс свергнуть этот ненавистный режим. В Севастополе матросы избрали свой совет и сформировали собственные комитеты. Первоначальные требования включали переименование всех кораблей, носивших имперские имена. Дисциплина и уважение к власти начали рушиться. Колчак поддерживал высокий темп военных операций, чтобы занять своих людей, но в частном порядке говорил о том, что ему грозит позор бессмысленного мятежа в военное время. В течение трех месяцев он удерживал флот, проявляя твердость в руководстве и осторожно идя на компромисс с матросами. Но среди моряков вовсю работали большевистские агитаторы. Они требовали немедленного прекращения капиталистической войны и отстранения от командования царских офицеров, подобных Колчаку. В июне экипаж его собственного флагманского корабля Георгий Победоносец выступил против адмирала. Они потребовали, чтобы все офицеры были лишены оружия и шпаг. Чтобы избежать кровопролития, Колчак согласился. Но вместо того, чтобы отдать свою собственную церемониальную шпагу, он бросил ее в море. «Японцы наши враги и те оставили мне оружие», сказал он своим людям. «Не достанется оно и вам». Через несколько дней Колчак сложил с себя командование и уехал в Петроград. Его жена и сын остались в Крыму. Больше он их не увидит. Колчак и раньше публично осуждал реформы нового временного правительства России, которые, по его мнению, разрушали армию. Теперь история о его неповиновении перед лицом мятежа стала достоянием всей России. Репутация Колчака среди русских консерваторов была на высоте. Многие даже задумывались, не станет ли он тем самым военным диктатором, который нужен стране для восстановления законности и порядка. Такие разговоры встревожили временное правительство России. Военный министр Александр Керенский вероятно даже рассматривал Колчака как потенциального соперника. Поэтому он встретился с Колчаком и сообщил ему, что тот отправляется за границу в составе военной миссии к западным союзникам. На самом деле это было то, что сам Колчак назвал формой политической ссылки. Летом того же года Колчак отправился через Норвегию в Великобританию, а затем в Соединенные Штаты Америки. Он встретился с президентом Вильсоном и высокопоставленными военно-морскими офицерами США, но планом реального военного сотрудничества между Россией и союзниками явно не суждено было сбыться. В Сан-Франциско Колчак принял приглашение вернуться в Россию, чтобы заняться политикой в качестве кандидата от кадетов, последней несоциалистической политической партии России. Но в Японии по пути домой он получил шокирующее известие. В России произошла вторая революция. Большевики захватили власть. Теперь во главе страны стоял Ленин. Колчак был потрясен Октябрьской революцией 1917 1917 года. Он презирал Ленина и большевиков, которые вскоре переименовали себя в Российскую коммунистическую партию. Главной причиной его враждебности был план Ленина по немедленному заключению мира с Германией. Как и многие царские офицеры, Колчак считал обязательства России перед ее союзниками по Первой мировой войне священными. Переговоры Ленина с немцами были и бесчестными и изменническими. Дальнейшие действия Колчака были ясны. Как адмирал русского флота я считал для себя сохраняющими всю силу наше союзное обязательство в отношении Германии. Единственная форма, в которой я мог продолжать свое служение Родине, оказавшейся в руках германских агентов и предателей, было участие в войне с Германией на стороне наших союзников. Колчак предложил свои услуги англичанам. Сначала они планировали отправить его в Месопотамию, но вскоре предложили ему гораздо более значительную роль. В то время как на Западном фронте Первой мировой войны все еще шли бои, союзники отчаянно пытались заставить Россию присоединиться к борьбе с Германией. Под этим подразумевалось отстранение от власти Ленина и большевиков, которые в июле того же года добавили к своим преступлениям расстрел императора Николая Второго и всей его семьи в Екатеринбурге. Поэтому, когда гражданская война охватила Россию, союзники поддержали антибольшевистские силы, так называемых белых, против большевиков красных. Британцы выдвинули кандидатуру адмирала Колчака как человека, который мог бы объединить и возглавить белые силы на Дальнем Востоке, и это предложение получило широкую поддержку. В сентябре 1918 года Колчак прибыл во Владивосток. Здесь он узнал, что в Уфе недавно состоялась встреча антибольшевистских групп, на которой было создано временное всероссийское правительство. По сути, это было продолжение временного правительства, уничтоженного большевиками. по этой причине оно не нашло поддержки у Колчака и других консерваторов, которые обвиняли временное правительство в том, что оно изначально привело Россию к хаосу. В том же месяце наступление большевистских войск Красной Армии вынудило временное правительство оставить Уфу и перебраться в Омск. Колчак преодолел 4600 километров на поезде, чтобы присоединиться к нему. 5 ноября 1918 года, после долгих обсуждений, он согласился стать военным и морским министром временного правительства. Через два дня Колчак сформировал генеральный штаб и отправился на фронт для оценки ситуации. Военная ситуация в России была невероятно сложной. Белые войска были разбросаны по окраинам страны. Генерал Булдырев командовал 180 тысячами войсками временного правительства на Омском фронте. Добровольческая армия генерала Деникина на юге России насчитывала около 50 тысяч человек. Временное правительство Северной области небольшой белый анклав имело всего 6 тысяч солдат. Их поддерживали союзные контингенты разной численности, выполнявшие в основном вспомогательные и инструкторские функции. Самым важным вкладом союзников была отправка оружия, боеприпасов и припасов через морские порты России. На Омском фронте действовал Чехословацкий корпус численностью около 50 тысяч человек. История корпуса была необычной. Это подразделение, состоявшее в основном из чешских добровольцев, сражалось вместе с русскими на Восточном фронте против немцев. Когда большевики пришли к власти и заключили мир с Германией, корпус получил разрешение отправиться по железной дороге во Владивосток, а затем морем добраться до Франции, чтобы присоединиться к союзникам. Но большевики передумали и попытались разоружить чехов, которые оказали сопротивление. Теперь корпус оказался в России, удерживая ключевые пункты вдоль Транссибирской магистрали, важнейшего маршрута перевозок и снабжения с востока на запад. Еще больше усложняло картину то, что гражданская война в России шла параллельно с несколькими национальными конфликтами и борьбой за независимость в Польше, Украине, Литве и других странах. Белые силы в России, разрозненные, разобщенные как географически, так и зачастую политически, противостояли гигантским ресурсам большевистского российского государства Ленина, контролировавшего крупнейшие города, промышленные центры и транспортные узлы России и имевшего под своим командованием около 800 тысяч солдат. Это была пугающая перспектива. Сложная военная ситуация не способствовала ослаблению политической напряженности среди белых. С одной стороны, это были левые социалисты-революционеры, поддерживающие февральскую революцию. С другой, правые консерваторы, которые хотели восстановить монархию. Последним было недосоциалистов и временных правительств. они считали, что спасти Россию теперь может только сильный диктатор. 18 ноября они сделали свой ход. 300 казаков вошли в Омск и арестовали всех делегатов СССР, которых смогли найти. Временное правительство было упразднено его собственным исполнительным органом советом министров. Затем было решено избрать нового верховного правителя России, который должен был обладать абсолютной диктаторской властью. Человеком, которого они выбрали, стал адмирал Александр Колчак. Лидер с блестящим военным послужным списком, пользующийся всеобщим уважением, имеющий тесные контакты с западными союзниками. Прежде всего, он был человеком, разделявшим их мнение, что только возвращение к закону и порядку может спасти Россию от хаоса. Сам Колчак не стремился занять пост верховного правителя, считая, что для этого лучше подходят другие. Но долг звал. И он должен был ответить. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и Дзен. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Бусти, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Ивану Семкову.